Статья, которую мы сегодня разберем, называется «Смерть философии». Вы, наверное, часто слышали вот это вот высказывание «Философия умерла», ну или, по крайней мере, должна умереть, должна умереть, да, потому что есть великая, замечательная наука, которая все решает, наука все уже, все ответы на вопросы откроет. Она такая молодец, замечательная, прекрасная, классная, да, ну она должна, как бы, наука есть, а вот философия должна умереть. На самом деле, у меня по этому вопросу вполне, ну, нестандартное мнение. Достаточно, в общем-то, ну, оно не сводится к тому, что философия жива, живее всех живых, и она прям вообще классная, с одной стороны, не сводится к этому, с другой стороны, с другой стороны. Мой ответ не сводится к тому, что философия умерла, потому что философия, на самом деле, умереть не может. По той причине, что, как вы знаете, я считаю, что философия – это продуктивное мышление. Если философия, представляете себе, продуктивное мышление вдруг умрет, как такое может быть? Так вот, давайте сначала начнем с простого определения философии. Философия – это продуктивное мышление, под продуктивным я понимаю творчество, то есть способность создавать и комбинировать мнение. Под мышлением я понимаю ментальную деятельность человека, направленную на познание. Например, создание новой техники рисования не будет продуктивным мышлением, потому что не направлено на познание. Согласно этому определению, философскими можно считать все религиозные и мифологические системы взглядов, так как все они появились благодаря продуктивному мышлению. То есть философскими только в том смысле, что когда их создавали, они были философскими. То есть религия в момент ее создания – это философия. Искусство, идея искусства, эстетики в момент создания – это тоже философия на самом деле. Ну и сама философия в момент создания – это философия. Когда мы начинаем там пересказывать тысячный раз Гегеля, это уже не философия. Так вот, философы, во-первых, придумали саму аргументацию, что относительно доказательств, да, важную. Тоже относится и к аргументации, творческий аргумент. Во-вторых, начали придумывать аргументы, и мы не можем назвать философом человека, который, ну, хотя бы не предложил даже ни одного аргумента. Магомед пишет, а если все человечество погибнет, философия не будет существовать отдельно? Ну, как бы вам сказать. Философия для меня – это способность. Ну, продуктивное мышление, мышление – это способность. Способность прикладывается к кому-то. Понимаете, Магомед? То есть без людей может быть философия и будет существовать только в других разумных существах. Если погибнут все существа, которым применимы вот эти вот критерии мышления, вот те существа, которые могут использовать данную способность, тогда философия исчезнет. Кстати, в принципе, в принципе, я бы вполне зафиксировал философию разных космических видов и так далее, и так далее, и так далее. Просто по принципу подобия. Если они ради познания составляют какие-то теоретические идеи, соответственно, они занимаются философией. Если они придумывают эти идеи, ну, вот эта философия, да. Так вот, продуктивность – это базовая характеристика философии, по которой можно определить ее состояние и, собственно, философичность. По крайней мере, в рамках данных определений это можно хотя бы попытаться сделать. Три самых важных массивных философских региона. Начнем, по крайней мере, с того, что, по моему определению, философия возникла не столько в Греции, Индии и Китае, сколько вообще везде. Там, где была мифология, там, где была религия какая-нибудь, когда-нибудь, там была и философия. Все четко. Но при этом все, есть три самых массивных философских регионы, где философия проявила себя наиболее ярко. Это Греция, это Индия и это Китай. И все эти территории, они плюралистичны. Заметим, что в античности была плюралистичность, особенно у досократиков и у ранее элейской такой, не у элейской, эллинистической традиции. Ранее эллинистическая традиция довольно разнообразна, многоканальна и интересна тоже, да? Вот здесь мы наблюдаем плюрализм философии. Опять же, софисты, досократики, многочисленные дософистов. Сам Сократ, Платон, Аристотель, стойки, скептики, киники, киринаики, эллидеритрийская школа и так далее, так далее, так далее. В общем, потрясающий набор разнообразных учений, которые представляют собой, с одной стороны, иногда новые идеи выдвигают, а иногда комбинируют старые. Да, кстати, у финикийцев были основания для создания философии, и там атомизм вроде бы был у них, свои мыслители-атомисты, так что же интересно. Плюрализм древней Индии не менее плюралистичен и интересен. Разнообразие взглядов в Индии крайне разнообразно. Например, в шрамовский период философии, когда зародился буддизм, джанизм, адживика, многочисленные учения еретических учителей и многое другое. Это просто колоссальная эпоха, если что. Это эпоха колоссальных таких открытий в философии. Вообще прям був. Индийская философия продолжала свое становление достаточно долго, пытаясь выдавать новые учения даже в средние века, что для европейского региона было уже невозможно ввиду тотальной доминации христианства. Вот что тоже интересно. Индия свободно продолжала творить учения даже в средние века. Плюрализм древнего Китая тоже крайне интересен. Нам известен период 100 школ. На самом деле их было 6, но называется в историографии китайской 100 школ. И они продолжали развиваться, расти, умножаться внутри себя и умножать внутри себя концепции, вести продуктивные споры довольно долго, пока некоторые из них, к сожалению, не исчезли. Опять же, следует заметить, здесь еще один фактор. Мы сейчас смотрим на первый эшелон философии, то есть то, что история философии запомнила. Понимаете, в чем дело? Вот если вот тогда в первом эшелоне находились самые творческие, и было колоссальное разнообразие взглядов, одновременно и творчество, и разнообразие взглядов, и это как бы за это почиталось за философию в древности. И, собственно, вот те люди в древности, которых мы называем сейчас философами, они исконно назывались философами, испокон веков, времен, вот именно они были философами. Они философы, да? Мы впервые слово философы начали к ним применять. Значит, они являются меркой, эталоном, так скажем, для нас, чтобы определять, кто большей степени философов, кто меньшей степени философов. А мы смотрим как раз на прообразы. Вот соответствует ли человек вот этому прообразу античного мыслителя? По каким критериям? По критерию, допустим, продуктивности. Или по критерию плюрализма. Имеется ли в данном регионе плюрализм? То есть разнообразие мнений, и в этом разнообразии решаются какие-то вопросы. Если имеется, хорошо. Следуем дальше. А вот учения новые, они хоть в каком-то смысле перемешивают, может быть, какие-то интересные элементы старых учений, или что-то еще новое привносят. Тогда философия, да, большая, высокая, сильная. Правда, впоследствии происходит упадок античного и древнего плюрализма во всех регионах. Ну, например, в Греции начинают доминировать такие учения, как неоплатонизм. В статье расписано подробнее. Упадок индийского плюрализма тоже наблюдается, и китайского тоже. Учений становится меньше, но учения становятся больше. Вот. Вот такая вот характеристика. Постепенно философичность, она как бы мельчает. Каждая школа, она создает соперническую такую организацию какую-нибудь, если школа хорошо развита, какую-нибудь массивную материальную составляющую, академию, лицей, сад, в котором собираются люди. И эти люди собирают других к себе людей, призывают. И получается такой маркетинг философский. Кто себя лучше распиарит, кто лучше организацию создаст для обучения философов, тот и будет популярен. Того текста это пройдет дальше. Да, тот в истории свои тексты, возможно, сохранит. По крайней мере, шанс сохранения становится выше. И поэтому, и поэтому, как бы мы сталкиваемся с таким вот постоянным упадком. То есть из большой философии, где мыслители, как мифологические герои придумывали новые и новые учения, да, потом философия постепенно мельчает, и уже внутри учений какие-то отдельные мыслители придумывают какие-то частные случаи уже существующих учений, там, платонизма, перепатетизма и так далее, так далее, так далее. Магомед, да, на самом деле можно. Я никогда и не проводил разделение мифологии, философии, религии, науки. Для меня философия это как бы первый акт мышления такой творческий, в котором мы создаем что-то новое, и потом мы вот эту новизну пытаемся по-новому доказать, по-новому обосновать, по-новому взглянуть на мир через эту новизну, через эту призму, которую мы создаем, да. Чем меньше вот этой новизны, чем меньше учения человек создал, чем меньше там он все скомбинировал, тем меньше у него философия. Что я думаю про теорию всего времени Ясперса? Ну вот она держится как раз на признании того, что... Короче, короче, теория всего времени, она строится на факте, так скажем. Вот. Другой вопрос, что может быть этот факт неправильно растрактован, может реально шелковый путь всех соединил, но скорее нет, чем да, потому что, ну подумаешь, шелковый путь, а переводить кто тексты будет, и так далее, и так далее, и так далее. И почему учения многие, ну совсем не похожи друг на друга, тоже непонятно. Здесь много на самом деле факторов, которые теорию, теорию шелкового пути немножко вот, ну заставляют нас над ней задуматься. Вот, опять же, подчеркну вам кое-что важное. Есть три уровня продуктивности философии. Самостоятельное творение, комбинирование чужих идей в собственную систему и доработка чужих идей с помощью новых элементов и аргументов. Первые два уровня подразумевают создание собственного учения. И они, соответственно, более сложные, более массивные, и они как бы тоже подразумевают доработку чужих идей с помощью новых элементов или аргументов. То есть, ну, в данном случае, доработку своих идей с помощью новых элементов и аргументов. То есть, понимаете, если вы создаете свое собственное учение, то вы в итоге будете его дорабатывать. И выполните функцию творческую как дорабатывающего, так и создающего. То есть, ваш потенциал творчески увеличится, и значит, вы больше творчества применили в мышлении. Опять же, от себя замечу еще раз. Не бывает абсолютно нетворческих людей и не бывает абсолютно творческих. Тоже, тоже важно понимать. То есть, никто не возводит творчество в абсолют, и зафиксировать здесь все на 100% нельзя. Даже самый оригинальный мыслитель, а у него есть какие-то банальности, и даже у самого банального человека есть какие-то более-менее простейшие находки, которыми он может поделиться. То есть, здесь как бы ничто не возводится в абсолют, дело только в степенях. Человек, у которого максимально развито продуктивное мышление, а критерием продуктивного мышления мы здесь отметим создание своего собственного учения философского. Потому что самый, как бы, объективный, самый простой способ зафиксировать вот высокую степень продуктивного мышления. Другие способы не дают это точно сделать. По крайней мере, хоть сколько-то точно. Хоть сколько-то точно не дают это сделать. Так вот, чем выше он вот в этой иерархии, тем это человек больше философ по степеням. Да, есть степени более маленькие, человек все равно может быть там философом. Но если человек даже не занимается частной, хорошей, такой массивной доработкой чужих идей, то он вообще никакого отношения к философии не имеет, на мой взгляд. Если в нем нет никакой продуктивности, он не философ. Потом, после того, как философы сами соединялись друг с другом, наращивали большие организации, типа, ну и у полтонистических всяких академий по всему, всему Средиземноморью почти и даже дальше. И в Китае происходило нечто подобное. Всю философию занимает три школы буддизм, пришедшие из, короче, из Индии, конфуцианство и даосизм. И в Индии тоже происходит некая догматизация, то есть происходит стигматизация материализма индийского. И почти все индусы, они потом, философы-индусы, начинают насмехаться над материалистами, типа, ха-ха-ха, материя, материя, все состоит из материи, как смешно, вот дурачок. Какую глупость он говорил, мы уже все это давно обсудили и опровергли. Дурак, дурак, дурак. Вот. То есть произошла некая стигматизация, и дискурс стал уже на несколько позиций, к сожалению. Впоследствии, то есть, как видите, во всех регионах произошло со временем сужение философии, причем в Индии в меньшей степени. В Индии до сих пор существуют многие старые древние учения, которые до сих пор считаются, ну, неопровергнутыми, которые себя до сих пор двигают и существуют иногда даже в почти неизменном состоянии. Ну, вот такое вот Индия-индия интересное место. Тут ничего с этим не скажешь, да, и с этим трудно вообще, в принципе, спорить. Так вот, потом в античном мире произошло вот христианское уничтожение оставшихся школ. Не все школы выжили в конкуренции с неоплатонизмом, но стойки, например, выжили. Скептики тоже выжили, эпикурейцы более-менее выжили. Короче, кто-то, кто-то остался, да, кто-то вот в этом мире споров друг с другом, он все-таки сохранился. Но их всех, короче, убрали христиане, включая неоплатоников, их тоже христиане убрали, закрыли. Так получилось, что в Риме начали управлять императоры-христиане, и после этого начали закрываться не только философские школы, академии и прочие интересные места, но и вообще, в принципе, многие языческие культы тоже прикрыли, вообще многие вещи закрыли. И на протяжении всего Средневековья христианство жестко щемило инакомыслящих, в том числе идеологически, образованием щемило, ну и физически тоже. Неприятно. На мой взгляд, этот самый большой грех христианства, это грех против философии. Был, христиане убили философов. Это печально. Ну, не только убили, там были еще свои факторы. Тексты были утеряны некоторых философов, опять же, тексты были утеряны ввиду объективных причин, не физических, ну, в смысле, не христианских, не христиане их, короче, уничтожили. Ну, постарели тексты, испортились, плохо хранились. То есть, там было много факторов, из-за которых не все тексты до нас дошли, в том числе христиане, но не только на них, бедных, можно все это свалить. В общем, греческая философия умерла. Ужасно. Что произошло дальше? Почему-то христиане, которые как раз убили философию в Средневековье, столкнулись с такой небольшой проблемой. А христианство надо как-то распространять и доказывать. Вот посмотрите, как у мусульман. Мусульмане, они угорали по философии. У них там Платон, у них там Аристотель, тексты их разбирали, доказывали. Калам у них там неожиданно, да. У них там врачи какие-то замечательные, потрясающие, типа Авицены. То есть, в Средние века христиане немножко так удивились достижениям мусульман и не хотели особо отставать от них. Началось прочтение древних философов. Первым делом, конечно же, оживили Платона. Ну, как могли, так и оживили. Как христиане могли, они по-христиански, короче, реинкарнировали бедного Платошку. Бедного Платошку возродили. То же самое потом уже через Альберта Великого и Фому Аквинского происходит уже и с Аристотелем постепенно. Возрождаются старые дискурсы. Но все эти дискурсы, и платонизм, и перепатетизм, и прочие всевозможные вещи из философии, которые были взяты, они являются служанкой богословия. Да, философия как служанка богословия, что уже как бы принижает ее статус. Более того, почему философия Средних веков менее значима, чем в античности? Да потому, что в Средние века уже есть определенное философское учение. Христианство, оно доминирует. Христианство решает антологию, христианство решает метафизику, христианство решает этику, христианство даже эстетику уже порешало. Как вы понимаете? Христианство порешало слишком многое, чтобы диапазон возможных вопросов, возможных решений был вот слишком широким. Нет, он не был слишком широким. Но средневековые мыслители старались. Там, где можно было высказываться, они высказывались. Когда речь шла про планетарные движения, что там, вокруг чего вращается, Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг Земли, христианские мыслители давали разные ответы. И нередко это никаких проблем не вызывало. Тот же самый Николай Арэм, например, был уверен в некой относительности всего, что нам, в принципе, не важно, что вокруг чего вращается, важно, что мы можем это просто по-разному описывать одно относительно другого, и на этом можно просто закончить спор и остановиться. Вот. Ну а сама формулировка «служанка» не подходит к философии, потому что последний – это исток всех идей и всех методов исследования. Философия – исток христианства, ведь христианство, помимо иудаизма, позаимствовало много у античной философии, пусть уничтожило ее до основания. Потом начинается псевдовосстановление прежних идей, а не создание новых в эпоху Возрождения. Открыли тексты опять, да? Короче, выкопали философские тексты. И тогда, как грибы в истории философии начали появляться, снова платонические школы, эпикурейцы новые появились. Только большая-большая проблема заключалась в том, что открытие новых философских текстов никуда не убрало христианскую культуру. То есть христиане, люди, которые на протяжении тысячи лет, которые на протяжении тысячи лет, жили в абсолютном христианском гнете. У них не было никаких представлений, кроме христианских. Десять веков, десять веков и даже больше, и даже больше они поклонялись Иисусу Христу. Это настолько фундаментальная традиция, настолько мощная и настолько как бы жесткая, что для ее изживания нам потом на самом деле потребуется еще много веков, и мы до сих пор ее не изжили, если что. Но вот люди в эпохе Возрождения открыли тексты и начали их читать, греческие, античные, и начали их воспринимать по-христиански. Например, Монтень воспринял скептицизм. Это настолько христианское восприятие скептицизма, что он превратил скептицизм в морализаторство, в самое пошлое, банальное, отвратительное морализаторство. Вот что произошло с эпохой Возрождения. То есть вроде бы школы и восстановились, но восстановились они таким образом, что они как бы изменились до неузнаваемости и начали вмещать в себя христианскую философию. Неожиданно, да? То есть христианство, оно никуда не исчезло, и оно все равно основополагающее, важное, сильное. Оно все равно здесь, оно все равно будет карать, если вы куда-то сильно далеко от христианства уходите. Плюрализма, конечно, стало в эпоху Возрождения больше, чем в Средние века. Но далеко не больше, чем в античности его стало. Потом трансформация христианского дискурса в новое время тоже была довольно интересной, но поскольку и Кортезий, и Бекон, да и Беркли, да и Юм, да вообще все практически философы, они находились в контексте христианского дискурса. Если мы, например, встречаемся у Кортезия непосредственно с прекрасными его рассуждениями о том, что а вдруг Бога нет, а вдруг там меня нет, а вдруг там чего-то нет, потом он приходит к тому, что я сомневаюсь, следовательно, я существую, да, одну загадку решает, и потом начинает уже с холостическими аргументами возвращать Бога, душу и все остальное. То есть у самого Кортезия, у самого Кортезия имеется колоссальнейший за спиной багаж христианской схоластики. Я даже с большим трудом порой бы смог отличить тексты Кортезия некоторые от схоластических, несмотря на то, что он над методологией работал. Вообще, ранние методологические работы замечательных мыслителей нового времени, они не то чтобы сильно противоречат христианству. Тот же Фрэнсис Бекком считается основателем эмпиризма. Так вот, этот замечательный человек, ну он был христианином. Да, мы изучаем книгу природы точно так же, как мы изучаем книгу бытия Бога. То есть Бог нам дал свою книжку, вот эту вот Библию замечательную, но и мир он нам дал. Мы точно так же изучаем мир, как и Библию буквально. Это Бекон так считал. А почему бы и нет, да? И даже Кант, даже Кант, чтобы вы понимали, он настолько прото, ну не протохристианский, он постхристианский, он настолько христианский автор, насколько только можно себе представить. Начнем с того, что Кант, несмотря на вроде бы кажущийся агностицизм, да, по критике чистого разума, он христианин, он в целом христианин. Его суждения не противоречат христианству. Единственное, что он говорит, что средствами чистого разума доказать христианского Бога невозможно. И опровергнуть тоже вообще-то, и опровергнуть тоже невозможно. Вот. Такое положение дел... Нет, нету вампиризма, сериал, дью. Так вот, такое положение дел, оно вполне устраивает апофатическое направление христианского богословия. Вы представляете себе? Кант, Кант, его очень легко трактовать и переложить в рамках апофатического богословия. Он его буквально просто дополняет. Чтобы вы понимали вообще, в принципе, вот эту вот связь. Новая европейская философия и христианство, она тесная, она просто, она теснейшая. То есть, авторы вот этой вот новоевропейской философии, они все еще остаются христианами. А поскольку они остаются христианами, они все еще остаются недофилософами. То есть, даже по сравнению с античностью, с античными мыслителями, которые были более свободны, чем вот новоевропейские мыслители, новоевропейцы, они слабее философии, потому что они придумали меньше нового, меньше продуктивного. Каждый отдельный мыслитель, он копался в куче терминов, которые использовало христианство. И в целом, да, философия нового времени продуктивнее средних веков, но не продуктивнее античности. И плюрализма, что самое главное, меньше. В эпоху Возрождения был такой взлет плюрализма, небольшой, потом плюрализм постепенно угас, и все слилось в борьбу двух основных тенденций непосредственно материализма, с одной стороны, ну или эмпиризма. Материализм и дефис эмпиризма, так скажем. Иногда они разделялись материализм и эмпиризм, но это немного другая история. И идеализма, то есть вот два направления. Или рационализма, которые идеализм и рационализм часто вместе тоже шли, вот такие вот комбинации. Две тенденции основные. Это не похоже на плюрализм, это на дуализм похоже. Соответственно. И получается, что даже на фоне... Короче, в общем, философы нового времени не такие философы, как нам могло бы показаться, если мы берем в качестве мерки критерий продуктивности, критерий плюралистичности и ставим в качестве эталона древних греков. Проигрывают. Проигрывают во всем. Более того, повторяют еще. Повторяют и древних греков, и христиан повторяют. Что тоже вдвойне обиднее. Если мы будем смотреть, а что реального внес тот или иной философ, мы обнаружим, что в новое время оказывается, ну по чуть-чуть, что-то там было. Но основная тенденция все равно остается, ну вот, обычной, такой приемлемой. Философы измельчали. Да. В средние века они резко измельчали, в эпоху Возрождения немножко расширились, в новое время еще немножко расширились, и потом продолжили дальше мельчать, 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 мельчать и мельчать. Параллельно, кстати, происходило становление методологии от Роджера Бекона, не от Фрэнсиса Бекона, а от Роджера Бекона до Поппера. Здесь мы эту статью, наверное, разбирать не будем. Опять про науку, про науку, по науку, ну, можно много рассуждать. Но самое главное, что наука стала новой религией, интеллектуальной монополией, которая теперь могла, ну, которая к концу 19 века могла уже подвинуть любую философию, могла что угодно с этой философией делать, обвинять философов вообще в любой глупости, насмехаться над философами. То есть представители науки уже были к концу 19 века вполне так себе своеобразными такими интеллектуальными царями. В 20 веке позиция науки закрепилась еще больше. Во многом благодаря общему образованию, в котором люди начали преподавать науке, как раз именно естественной, прежде всего, науке, естественный цикл наук, спектр, да? И самое важное, понимаете, в чем дело? Наука это продукт христианства. Многим не понравится данный тезис, но он скорее правдив, чем нет. Да, наука это не просто продукт христианства, это продукт, который христианство последние долгие века лелеяло и развивало. Но в итоге произошло тотальное разделение. Притом случилось оно не так давно, в конце 19 века, в начале 20-го. Вот в начале 20-го уже наука отошла от христианства достаточно далеко, чтобы вообще почти никак от него не зависеть материально. То есть уже науке не нужна была вот эта вот спасательная рука христианства, да? От других философских школ, от критики, от оппонирования, да? Наука уже проникла в образование, наука смогла развивать... У нее свои источники получения людей были. Да и государственные доходы на науку начали идти все больше и больше и больше и больше. В общем, наука постепенно переросла христианство в его религиозности. То, за что мы раньше не любили христианство, за то, что оно наши налоги ело, за то, что христианство, оно такое вот такое плохое, такое нехорошее, такое догматичное, все земельные наделы такие, да? Все себе, короче, теперь наука забрала. Добро пожаловать в мир новой религии. Добро пожаловать, вот у нас новая абсолютная мощная сила, которая теперь двигает всех философов прочь. С другой стороны, и философия стала слабее. То есть в конце 19 века мы можем зафиксировать... Да, вообще в 19 веке. В 19 веке мы можем зафиксировать колоссальный скачок мышления. То есть появились Шопенгауэр, появились Ницше. Ницше, Шопенгауэр и многие-многие другие. Штирнер там же где-то тоже появился. Довольно оригинальные философы. Отчасти это может быть связано с тем, что в Европу наконец-то более основательно и более явственно проникли тексты восточной философии. И на Шопенгауэр и на Ницше они точно повлияли, например. Но с другой стороны, может быть, просто произошло такое вот сопротивление уже известным тенденциям. И против рационализма и эмпиризма выступил и рационализм, который составил еще одну ветвь философии. Сейчас это тоже определенная тенденция, да? Так вот, дальше все пошло по самому плохому сюжету. После очередного небольшого расширения философия пошла на спад. То есть она стала более частной. Теперь мыслители, каждый мыслитель работает в том или по той или иной дисциплине. По антропологии, по эстетике, этике, антологии и все. Но когда вы пытаетесь создать большую систему взглядов, это, скорее всего, у ваших коллег вызывает чувство кринжа. Они не любят, когда кто-то пытается создавать полноценную систему взглядов. Теперь не принято так, понимаете? Вы можете быть специалистом только в одной философской дисциплине. Если вы лезете в другие, вас автоматически высмеивают и выкидывают. Соответственно, современная философия именно из-за этого принципиально не может выйти на уровень продуктивности античности, потому что она контрпродуктивна специально. Она антипродуктивна, она антифилософична в этом смысле. Она специально делает аспект на частных исследованиях и не хочет выходить дальше, и не дает своим, в общем-то, философам выходить дальше. Специально так устроено, считайте. Философия сузилась, скукожилась и начала разбирать неприлично частные темы, вроде философии сознания, отдельной логики, практической этики, антропологии, Шеллера, например, и так далее, так далее, так далее. Из бесконечного пространства реализации она превратилась в забетонированные дорожки, окруженные высоченным забором и даже потолком над ними. Выбраться за этот забор невозможно, вы должны просто идти по дорожке. По частной, вытоптанной вот этой дороге, иногда, может быть, немножко сбиваясь с пути, но лучше не сбиваться, потому что бетон вам не дает уйти далеко, и эти границы вас уже не пускают. И из этого получается, что плюрализм в современной философии, он все же имеется. Учений много, много разных тенденций. Христиане, нехристиане, мусульмане, там, не знаю, кантианцы, неокантианцы, нитшианцы, засранцы, китаянцы, какие-нибудь, вообще все. Короче, полный набор замечательных людей наберется. Но при этом все эти люди находятся в рамках забетонированных дорожек, и если вдруг кто-то не забетонирован, ну, его ждет тотальный хейт, его будут ненавидеть, его не будут любить. То есть в современной философии мавитон быть настоящим философом. Притом я уверен, что это именно передний край философии, потому что продуктивную мысль невозможно убить пошлой наукой и агрессивной религии. Продуктивная мысль создает учения и пробивается с самых низов. Продуктивная мысль сейчас не называется философией вообще-то, да, но потому она выступает как против религии и наук, так и против самозваных философов и догматических академиков. Вот в чем дело. Когда статья по философии засранцев, не знаю. Так вот, понимаете, в чем дело? Да, в наши дни современная философия, она ненавидит настоящих философов, и хотя вроде бы изучает настоящих философов прошлого, и все современные студенты по большей части ненавидят философов настоящих современных. То есть, если бы они увидят современного Карла Маркса, который создаст свое учение, скомбинирует хотя бы, они его высмеивать начнут. Потому что сейчас для нас философы это разного рода догматики, студентики или догматики-академики, которые придерживаются довольно догматических взглядов. По сути, вот, например, марксисты, да, вот они просто по Марксу угорают. Как только вы выйдете за пределы Маркса, они ненавидят вас уже, даже если вы, в принципе, задаете свою идею. А вот тут, понимаете, это принцип толпы так работает. Когда у вас есть сила, когда у вас есть энергия какая-то, которую вы можете противопоставить одному человеку, вы его просто сметете с лица земли. Когда вы говорите от лица целой большой группы людей, не от своего собственного, а от лица большой группы людей, это воздействует психологически лучше. То есть, если вы говорите от лица всех ученых, всей науки, да, о-о-о, все сразу такие, ва-о-о, какая мощь, какая сила, какая сила-то, какая мощь, да, от науки, говорит, или от религии, от целой религии, от десятков людей, от десятков миллионов людей, короче. Ух, какая мощь, даже от миллиарда людей, даже, да. Вот это силище. А когда вы сам стоите, вам приходится сопротивляться против каждого писка, любого христианина, каждый, любой христианин, марксист, садист, нитшианец, любой хочет вас подеть, и сиентисты тоже, соответственно. Мы живем в современном мире, в котором даже студенты философских факультетов не хотят увидеть современных философов. Понимаете, в чем дело? Они видят философами, ну, людей, которые, ну, от своих же, собственно, масштабов, скорее. Вот. И это довольно, в каком-то смысле, печально. Приветствую, Жреса Нанна, рад видеть. Вот, это печально. Мы живем в мире, в котором вынуждены называть философией антифилософией. Мы живем в мире с мнимым плюрализмом бетонных дорожек. Свернешь, и ты уже безумец, шарлатан и ничтожество. Это 21 век, самое безумное время для существования философа. Время перепутанных терминов и подмененных понятий. Время банальных людей, возомнивших себя мыслителями. В общем, в статье у меня вот здесь такой вывод по этому поводу. Это действительно довольно жестко. А с другой стороны, теперь давайте в историю Индии и Китая. Махнем, а что там, а что там. А туда пришел, короче, сначала были свои восточные проблемы, да. Тоже учения постепенно сужались. А потом туда пришел Запад. Как же Запад начал спорить с Востоком? Да никак. Просто поглощение, колонизация, тотальное уничтожение, войны, насилие, жестокость, бескомпромиссность, обещание утопии и так далее, так далее, так далее. Вжух, и уже наука правит и в Индии и Китае. Добро пожаловать в реальный мир. Как происходила настоящая аргументация для культур? Ну, просто их начали очень жестко бить, так скажем. Им ничего не оставалось, кроме того, как принять. Принять палку, которой их били, по большей части. И поэтому, поэтому вот у нас что произошло. В Индии и Китае произошло некое падение философии подметом доминирующих учений. Но я сейчас замечу, все-таки в Индии крушение философии произошло не окончательно. Индия все еще сохраняет в себе множество учений. Индия все еще достаточно плюралистична. Насколько она продуктивна в своей плюралистичности, сказать трудно. Поэтому трудно сказать, насколько эффективна философия. В общем, да. Но плюралистичность сохраняется в Индии. Индия сейчас столица плюралистичной философии. Что уж тут поделать. Ну а что, жрец? Заслужили. К вопросу об академической философии. Ну, академическая философия, на мой взгляд, это отличная вещь. И рассматривать ее как исследование мыслителей прошлого. Я опять же делаю четкое разделение на настоящих философов и на академических философов. Академическая философия не есть философия, скорее история философии. Поехали дальше. Подробнее можете прочитать. Ну и соответственно, здесь высказываются определенные положения против медиафилософии. Медиафилософия, понятное дело, по большей части дело вредное. И если довольно странные академики типа Дугина и Секацкого, это еще более-менее неплохо. Они интересные, они отчасти даже привлекательные. Они привлекательные даже обычных некоторых академических мыслителей. То есть Дугин и Секацкий это еще куда не шло. Но есть просто фрики от философии, от псевдофилософии, которые представляют философию в виде... Как бы это сказать? Просто каких-то, я не знаю, убогих банальностей. И в этой философии правит гнилой маркетинг. Это худшее, что может и случиться. Вот таких людей надо гнать палкой, короче, из философии. Надо их по-всякому критиковать и надо делать так, чтобы они, в общем, не лезли в философию. А то начинается... А то начинается еще больше распад, соответственно. Философия банализируется. То есть они делают из философии буквально банальность, тривиальность. А это антисвойство философии. Вот Дугин и Секацкий не делают. Они и специалисты академические неплохие. И у них разборы бывают не ужасные. И у обоих есть по хорошим академическим работам. То есть этих людей еще местами послушать-то можно. Они хорошие, они приемлемые. Но есть бизнес-тренеры от философии, которых вообще нельзя слушать. Например, Олег Цендровский. Вообще не рекомендую слушать Олега Цендровского. Качество его работ хромает на все 8 ног, в общем. Ну вот. Соответственно, я фиксирую, что философия не умерла. Но она находится в коме. Если бытие не совершит эвтаназию, если бытие не совершит эвтаназию, мы как бы все равно оживем. Философы все равно будут жить. Философия все равно понадобится. Философия все равно в итоге как бы возродится. Наука когда-нибудь себя исчерпает. Любой вид познания исчерпывал себя до этого. Любая религия себя отчасти исчерпывала. И чтобы дополнить белые пятна, чтобы дополнить бездну, образовывающуюся вот в этом исчерпании, всегда восходила философия. Философия появлялась и закрывала те дыры, именно продуктивное мышление закрывало те дыры, которые возникали у человечества, когда оно сталкивалось с теми или иными проблемами. Именно философия решала проблемы искусства. Именно философия решала проблемы политики. Именно философия решала проблемы бытия и теории познания. У нас пока нет оснований предполагать, что это как-то будет продолжаться иначе дальше. То есть история нам показывает, что философия решает при этом всем. При этом всем. При этом всем. Да, может инопланетяне Магомед, не исключено. При этом всем, но у нас нет оснований полагать, что наука будет существовать вечно, в том виде, по крайней мере, в каком она существует. Что науке не придется менять методы, которые были установлены в XVIII веке. Представляете себе, наука исповедует одни и те же принципы с XVII века. У нас нет никаких оснований полагать, что эти принципы продержатся еще хотя бы 500 лет даже. Понимаете, может они через 20 лет вообще все исчезнут. Может мы через 20 лет поймем, что наука это полная херня, надо просто практикой заниматься, как Шадов вам завещал. А науку можно сжечь нафиг, или просто заниматься ей, как и любой другой философией. Может быть к этому люди придут, может еще к чему-нибудь люди придут интересному. Но к чему бы они ни пришли, мы это назовем философией. По крайней мере, пока это ново, пока это только придумано, это реально философия. И пока это обосновывается новыми аргументами, проявляется творческое продуктивное мышление, это все еще остается философией. Как только что-то вот застывает, умирает, становится таким вот неповоротливым, традиционным, ну тогда и период, тогда и философия постепенно умирает, потому что продуктивное мышление не задействуется. Философия это способность, это способность мыслить не так, как мыслят все вокруг, не так, как вам завещают мыслить, не так, как вас заставляют мыслить. Философ всегда отличается от других людей, именно по составу своей мысли, и в этом его ценность. Философ всегда предложит вам что-то новое. Не всегда лучшее, не всегда самое лучшее, но всегда что-то новое. И в этом споре идей мы хотя бы можем отбирать те идеи, которые более-менее могли бы нам подойти. Рано или поздно философия полезная, философия нужна. Но пока она находится в такой вот временной коме, и она воскреснет. Рано или поздно она восстанет, она умерла не окончательно. Там где-то еще внизу у нас сейчас в современности есть талантливые философы, скорее всего, есть люди, которые придумывают свои учения. Сейчас они, может быть, считаются и шизами, и дураками, и идиотами. Но рано или поздно они выстрелят. Рано или поздно, возможно, мы вместо какого-нибудь Лоуренса Крауса или Хокинга будем вспоминать о каком-нибудь замечательном философе, который неизвестно прожил свою жизнь где-нибудь в тишине. А потом вот его идеи отхопают, посмотрят, и окажется, что на нем можно построить интересную новую методологию. Всякое может быть. И не раз бывало. Может быть и о Юрии Степановиче Рыбникове, если что, да. Магомед пишет. Как считаешь, искусственный интеллект может дать толчок возникновению новых видов философии? Например, за счет своей технической мощи они могут быть крайне успешны в комбинаторике? Да, может, Магомед. То есть искусственный интеллект может быть достаточно интересной вещью. Да даже компьютер достаточно интересная вещь, Магомед. Компьютер позволяет комбинировать большое количество информации. Уже сейчас, я уверен, компьютер дал толчок для возникновения новых видов философии, но просто мы их не замечаем. Понимаете, в чем дело? Мы их не замечаем, потому что сейчас философия это то, что происходит в академиях, это изучение истории философии, это беседа об очень частных вопросах и проблемах. Тем временем, что настоящий мыслящий человек, он скорее будет испытывать негатив от вот этого всего, понимаете? Трудно быть в академии, когда ты свободомыслящий. Трудно быть офисным работником в академии или вообще иметь отношение к этому офису, когда у тебя, ну, когда ты мыслишь не так, как все, когда у тебя восприятие не так работает. Когда ты описываешь те же самые явления, которые видят люди, не так, как они это делают, не так, как они это описывают. Трудно иметь дело с офисными работниками, будучи свободомыслящим. Неважно, в какую сторону ты свободомысляешь, неважно, в какую сторону отличаются твои воззрения, да, вообще неважно. Просто тебе будет там трудно, соответственно. И, соответственно, я думаю, такие люди уже есть. Я думаю, компьютерные технологии сподвигли многих к хорошему мышлению. Жалко, жалко только фиксировать их не всегда получается, и жалко, что они в книжках не попадаются. И жалко, что академия их никак не пиарит, да, то есть академики, они сами себя пиарят, кто там, Гегель, Гегель, Маркс и я, и я тут изучаю Гегеля и Маркса, я такой умный, а-а-а. Вот как-то вот такой краткий пересказ деятельности академических ученых, да. Я тоже что-то там про Гегеля и Маркса написал и даже дораскрыл тему у Гегеля, что-то там дораскрыл, я такой молодец. А-а-а, вот я крутой. На этом, в принципе, и заканчивается их исследование, академических философов, то есть их зона исследования очень узкая и иногда сугубо историческая, к сожалению. То есть академический исследователь в самом лучшем случае микрофилософ, а в самом плохом просто историк философии. Ну, в плохом смысле плохом. Историки философии полезны, конечно, но именно в плохом смысле по философским критериям, по философским рамкам, да. Историки философ разные люди просто. Ладно, все, закончили с этой статьей, хайлайт будет добротненький.